Друзья, приветствую всех! Сегодня хотел бы рассказать немного о динамометрических ключах. Как пользоваться? Ну, с этим, если всё понятно, это у нас обычный динамометрический ключ, самый дешёвый, так скажем, торсионного типа. То есть действует он за счёт того, что изгибается вот этот торсион. Когда мы затягиваем там болты или гайки, и стрелка отклоняется, да, мы смотрим, сколько здесь у нас красная шкала килограммы, чёрные ньютон на метр. Этот ключ всё-таки, так скажем, точность его оставляет желать лучшего. Ну, за неимением, как бы, лучше такой, чем никакого. Вот этот ключ уже более интересный, это я брал ключ вот для КамАЗа, для протяжки бугелей и шатунных. Достаточно такой мощный ключ, он у нас получается, здесь ньютон на метр, здесь килограмм. Он от 6 килограмм до 36,7 килограмм. Ну, то есть серьёзный диапазон, друзья. Большинство динамометрических ключей у нас как раз вот такого типа, да. Самые распространённые, так скажем. Ну, здесь обычная трещётка, самая обычная трещётка. Итак, друзья, давайте перейдём к тому, как же выставляется усилие, да, на ключе. Оно выставляется путём вращения ручки ключа. Но прежде чем начать его вращать, нам нужно снять стопор. Вот он стопор, то есть он у нас передвигается вверх, вниз. Отсёгиваем вниз, далее вращаем. Когда нужный выставили, мы его снова защёлкиваем. Всё, вращаться он перестаёт. Итак, друзья, что у нас здесь по вот этим шкалам? Здесь с этой стороны ньютон на метр, с этой стороны килограммы. Мы будем на килограммы опираться, я думаю, так удобнее. Смотрите, принцип действия очень схож с микрометром. Вот кто с микрометром работал, кто умеет, он сразу сообразит, потому что, ну, смысл тот же самый. То есть основная шкала в килограммах, ответной частью является край барабана. То есть нужно нам выставить, например, вот 20, ну, пускай там 8,2 килограмма, да, сначальный. Мы просто подводим край барабана вот к этой риске. Вот так вот. Вот у нас здесь 8,2 килограмма теперь усилия. Кроме того, вспомогательная шкала на основном барабане, да, на рукояти. Здесь тоже самый ньютон на метры, килограммы. Ответной частью является вот эта продольная риска на основной шкале. То есть у нас, например, здесь сейчас 8,2 килограмма. Если мы продолжим вращать, то есть мы прибавляем, смотрите, вот здесь получается 200 грамм. То есть получается 8,2 килограмма и плюс 200 грамм, плюс 400 грамм, плюс 600 грамм, 800, плюс килограмм. Получается 9,2 килограмма. То есть если мы продолжаем вращать, здесь получается вот уже 1,8 плюс 2 килограмма. То есть здесь у нас получается уже 10,2 и, как видим, у нас барабан подошел к следующей отметке как раз 10,2. То есть я думаю, здесь, друзья, не возникнет трудностей, у вас ничего сложного в принципе нет. То есть вот этот данный ключ начинается с 6,1 килограмма до 37. Нужно нам, например, вот на эту отметку 24 килограмма. То есть мы просто крутим ключ, докручиваем до этой риски. Вот, докрутили 24 и подводим к 0. 0. Всё, здесь 20,4 килограмма. Если нам надо убавить и прибавить, соответственно, мы это можем сделать рукоятью. Можно прибавить, допустим, килограмм, например, один раз. То здесь получается уже 21,4. Вот. Друзья, то есть ничего сложного нет. И ещё какая тонкость, смотрите. Никогда не храните динамометрический ключ с выставленным каким-то значением. Всегда раскручивайте на 0 до конца. До самого конца. Вот. Потому что он будет подсаживаться, и потом неправильные показания будут вам показывать. Поэтому померили, всё, открутили до конца и положили в ящик. Долгий ящик, так скажем. Друзья, я чуть не забыл самое главное. Показать, конечно же, как он работает. При достижении нужного момента, когда мы закручиваем, будет происходить щелчок. Именно поэтому этот ключ и называется щелчковым. Давайте я продемонстрирую. Вот у нас старая гайка. Смотрите. То есть, вот у нас момент выставлен. Можно чуть прибавить. Ну, какая разница. То есть, когда мы затягиваем, нужный момент достигаем. Вот такой одинарный щелчок будет происходить. Всё, друзья. Всем пока. Если какие-то вопросы есть, пишите. Ну, я надеюсь, что объяснил понятно и доступно. Всё. Всем пока. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok